Всем привет, меня зовут Ксюша Хоффман, и добро пожаловать на мое новое видео. Я говорю шепотом, потому что я не знаю, куда прицепить петлю. Всем привет, меня зовут Ксюша Хоффман, и добро пожаловать на мое новое видео. Собственно, что мы сегодня с вами будем делать? Сегодня мы с вами будем краситься, и так как все мы, я же на моем канале, в основном это что-то из базовой истории, то есть я вообще на себе не очень люблю много косметики, потому что я убеждена, что когда на мне какие-то сложные макияжи, я выгляжу как транс или как... Ну, короче, в общем, мне это просто не идет. Ну, это мое субъективное мнение, хотя многие визажисты пытались меня переубедить, и спойлер, у них это не получилось. Хотя получилось только у одного визажиста, который научил меня красить стрелки, потому что я пошла на мастер-класс потом, после того, как меня этот визажист накрасил, эта визажистка накрасила, эта женщина-девушка была. Недавно я, собственно, скроллила интернет, мне стало интересно, что сейчас в модном макияже, потому что последнее, что я помню, была популярна Гуара Витсян, и были модны, знаете, вот эти плотные тона. Короче, очень много косметики, я такую не очень люблю, потому что, может быть, если для камеры, для съемки видео, каких-то там, я не знаю, фотографий, это еще и круто, то в реальной жизни это все выглядит так, будто бы, я не знаю, тебе прибавилось 20 плюс лет. На самом деле, это вот, ну, как бы чисто спецификами, как мне кажется, наверное, моего лица, хотя, может быть, вы со мной согласитесь. Я обожаю косметику, даже не потому, что я люблю делать макияж, а потому что все эти баночки каждый раз вызывают у меня какой-то детский восторг. Особенно, когда сначала ты видишь какой-нибудь крутой креатив в соцсетях с определенным продуктом, а потом держишь его в руках. Ох уж эти графические дизайнеры стараются для нас без конца, ведь по факту все, что мы видим вокруг, начиная от вывесок в магазинах, заканчивая каким-нибудь превью на ютубе, это все их работа, это именно они заставляют какой-нибудь продукт или бренд, например, сделать таким вкусным, привлекательным и желанным для нас. И я на самом деле понимаю, почему ребята так стараются, ведь это не просто творческая, но еще и безумно востребованная профессия, где хорошо платят. У Skillbox есть очень крутой курс по графическому дизайну, он подойдет для всех, начиная от новичков без навыка рисования, заканчивая дизайнерами с небольшим опытом. После каждого теоретического блока вы будете выполнять практическое задание, которое будет проверять эксперт, и по окончании у вас будет более 12 готовых проектов в портфолио. И да, как там говорится, без бумажки ты с бумажкой? Человек, по окончанию курса вы получите сертификат, подкрепленный гослицензией не только на русском, но и на английском языке. Так еще и какие хорошие условия? Вы можете внести первый платеж через 6 месяцев обучения или просто оформить беспроцентную рассрочку, а все сопутствующие расходы Skillbox берет на себя. Ну и, конечно, не забывайте о приятных бонусах второй курс и целый год английского языка. А с моим промокодом HOFFMAN1 вы получите скидку в 60%, так что это отличная возможность освоить новую профессию и начать хорошо зарабатывать. Но предложение ограничено, так что скорее оставляйте заявку по ссылке внизу в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. Так вот, я начала скролить интернет и поняла, что сейчас очень популярны две крайности, типа макияж VIP-казашки, который мы сегодня будем с вами делать, как вы поняли из названия этого видео, и супер натуральный макияж, который, как мне кажется, в тренде уже очень-очень много лет, либо же просто потому что я его использую на постоянной основе, как и многие из вас, мне кажется, что тренд на него не спадает. Я на самом деле, честно вам признаюсь, я очень хотела сделать, типа повторить трендовый натуральный макияж, но я поняла, что, господи, я делаю каждый раз, у меня уже есть тысячи видео об этом, о своем повседневном каком-то макияже, и все, что бы изменилось, максимум я, может быть, добавила бы немножко хайлайтера, побольше бы румян, и все. То есть я по факту сделала бы на лице базу, на которую можно потом накладывать все, что угодно. А макияж вип-казашки, почему он так называется, я не знаю, это, видимо, у нас его как-то так прозвали, на самом деле, знаете, для восточных женщин, вообще это мой guilty pleasure, честно вам признаюсь, потому что такие девушки мне очень нравятся с восточной такой внешностью, знаете, у меня сразу в голове возникает образ такой типичной девушки, типичного рэпера, звучит не очень, но, как я сказала, это мой guilty pleasure, вот. В общем, мне очень нравится эта эстетика, но моя генетика сложилась так, что я выгляжу как гребаный пупс. Поэтому я беру от жизни, что дают. Почему я решила повторить макияж вип-казашки, потому что я тысячи лет, на самом деле, уже не рисовала себе стрелки. Те, кто смотрит меня, очень давно помнят, что раньше у меня постоянно были стрелы, но потом, в какой-то момент, когда меня очень активно начали фотографировать со стороны, я смотрела на себя и такая, господи, блять, нет, чтобы просто что-то рассказать, я каждое видео пытаюсь объяснить вам, почему я у... Все, что я хотела сказать, что вот так на меня смотришь, в целом неплохо, стоит мне повернуться в бок и улыбнуться, все, я похожа, но я не знаю. Мне кажется, будет интересно снова нарисовать стрелки, посмотреть, как я с ними выгляжу, во-первых, получится ли у меня вообще их нарисовать. У меня есть уже какая-то идея в голове, как я его немножко под себя адаптирую, будет интересно. В любом случае, обосраться на глазах других людей всегда веселее, чем в одиночку, так что не будем долго тянуть и поехали. Я зависла, ладно. Я не знаю, нужно указывать вообще вам продукты, которыми я пользуюсь. Мне на самом деле так обидно, потому что очень с большой вероятностью тот макияж, который я сейчас делаю, я его смою, а я нанесла уже столько дорогих кремушков себе на лицо. Вообще, кто-то сначала всегда делает глаза, я раньше так всегда делала, я всегда сначала делала глаза, потому что тень имеет свойство некоторое осыпаться, плюс если тебе что-то потом подправить, нужно, ты все это подтираешь, потом снова нужно использовать тональник, расход продукта растет. Зачем нам это надо? Как вы понимаете, со временем я забила на все это один огромный хер, с учетом того, что я почти не крашусь. Максимум, что я делаю в повседневной жизни, вы знаете, что я делаю. Если вы не знаете, то я внизу оставлю ссылочку, или здесь где-то вылезет подсказка с моим повседневным макияжем. Там вы сможете увидеть, что я делаю каждый день, поверьте, там ничего сложного, я иногда успеваю это ускорить, успеваю это ускорить. Господи, я иногда успеваю сделать этот макияж, знаете, минут за 6-7. Короче, я делаю из себя максимальный блинчик. Если вам кажется, что мой тональник чуть светлее, чем моя кожа, то я не знаю. Вся суть этого макияжа в том, что у нас будут графичные стрелки, ой, графичные стрелки, все правильно я сказала, и графичные брови. И контуринг, понятное дело, ну то есть одно из другого вытекает. В целом мы все, мне кажется, этот макияж знаем. Давайте начнем с бровей. Боже, это ж такой сейчас смех будет. Я буду смеяться 10 минут, клянусь. Блин, а я как раз, знаете, перестала выщипывать брови, начала отращивать себе какие-то, ну типа мохнатки. Не знаю, мне что-то в последнее время так нравится, хотя я сейчас записалась к своему бровисту на ламинирование. Хочу, чтобы она подщипала мне чуть-чуть бровки, потому что самой как-то мне лениво. А глядишь, может красиво получится, поеду в зал такая. Все будут на меня смотреть и думать, блин, она интересно в зал ходит, чтобы спортом заниматься или мужиков цеплять. А я такая два в одном. Всем привет! Не пугайтесь сильно, умоляю вас, ради всего святого. Ой, на моих заросших бровях это будет, конечно, сложно, но плюс того, что я буду сейчас их делать, то, что я могу их нарисовать поближе к друг другу, потому что мне бесит вот это огромное пространство между бровями. Я всегда, даже вот каждый день, когда крашусь, я всегда карандашиком, всегда чуть-чуть себе подрисовываю волоски. Жесть. Мне уже смешно. В камере выглядит не очень, но в зеркале выглядит очень. Поверьте мне. Вы спросите, Ксюша, а ты для видео красишься или для себя? Я такая думаю, ребята, два в одном, давайте следующую бровю нарисуем. Блин, а фокус-то будет сегодня? Во, фокус. Блин, со второй бровью всегда проблемы. Согласны? Всегда какая-то жопа происходит. Они что, разные? Знаете, я вам честно признаю, что для меня вип-казашка стала Люба Терлецкая. Она моя подруга, и она переехала сейчас в Казахстан, она перекрасилась. Не знаю, она стала так прекрасно выглядеть, и я такая, господи, хочу быть ей, когда вырасту. На самом деле, это название этого макияжа, ну типа вип-казашка, очень заставляет меня переживать, потому что я боюсь, что это оскорбит казахов, а я очень хорошо отношусь к казахам, потому что у меня есть четкое убеждение, что они безумно все талантливые. Вот чем бы они ни занимались, это все всегда получается очень круто, очень стильно, очень, так знаете, у этого есть какой-то свой очень крутой вайб. Я люблю вот этот стиль, когда ты пытаешься снимать видео, и все в этот момент начинает идти по одному месту. В общем, я не жалею контуринга, мне прям хочется максимально, знаете, бахнуть его. Столько максимально, сколько это возможно. На носик, конечно, я прям пальцами это делаю. Хочу заморачиваться, под губу хочу. Немножко бороды себе нарисуем. Я просто последнюю неделю, я вам честно должна признаться, я приболела. У меня была какая-то микродепрессия, микроупад сил, и я просто всю неделю, я, кстати, взяла ту же кисточку, в которой я накладывала тон, и начинаю тушивать контур. Ну, короче, в общем, я прям почти неделю пролежала в кровати, восстанавливала силы, а вот сейчас восстала из мертвых, такая, я хочу снимать видео. Это вот так в моей жизни и происходит. Не забываем, конечно же, растушевывать нашу бороду. Я это делаю круговыми движениями. Вообще, на самом деле, как мне сказал визажист на мастер-классе, как раз-таки, почему я сказала, что мы потом это обсудим, потому что стрелки я буду рисовать и как раз рассказывать, как меня этому научили, и почему вообще мне пришлось учиться. Такими движениями, да, делать нельзя. Вообще, в идеале, нужно иметь спонж, но мне не нравятся спонжи, в том плане, что я не умею им пользоваться. Ну, то есть, я их мочу, да, класс, первую неделю ты их используешь, думаешь, боже, я просто пися королева, все классно получается, ставлю лайк. А потом эта сука начинает гнить, даже если ты моешь его после каждого применения, как это делала я. Там начинают множиться всякие бактерии, потому что до конца, мне кажется, ты все равно его вымыть не можешь. Ну, прям все, чтобы из него вымыть, но тебе нужно стоять минут 15. Ну, камон, не у каждого человека, и особенно у меня, типа, есть... Особенно у меня. Есть, блин, столько времени по утрам, чтобы стоять и, понимаете, жамкать, блять, мыть этот гребаный спонж. Теперь снова крашусь кисточками, пользуюсь я кисточками. Геф Муа, не реклама, мне не платили. Я хочу взять бронзер. Мой любимый бронзер, я его обожаю. И на носик, мне так нравится на носу вообще. Сразу личико, посмотрите, заиграло. Заиграло, да? Ну, а что с носом произошло? Я же сказала, обосраться это всегда весело, особенно на глазах людей. Как любят говорить, знаете, сейчас визажисты в интернете, не пугайтесь, процесс это только процесс. Я, конечно, не гарантирую, что дальше не будет хуже, но тем веселее. Знаете, я перед тем, как начать снимать это видео, вспомнила свой очень старый ролик, где я тоже пыталась повторить какой-то макияж, причем я хотела действительно сделать красивый макияж, но в какой-то момент я поняла, что у меня вообще, блин, ничего не получается, и я просто психанул, увидела на своем столе скотч и перемотала лицо. Выложила это в интернет с названием «Макияж Бледина», и он собрал там 1350, я думаю, господи, я... А я так расстраивалась, когда его выкладывала, потому что я понимала, у меня тогда был график, я понимала, что мне нужно что-то выложить, а у меня нет больше материала, и у меня просто, ну, нечего больше выкладывать, ну, правда, объективно, и мне, ну, придется это выложить. И он собрал там что-то какие-то очень много просмотров, ролик всем так понравился, я в таком была в шоке. Вообще, блин, я так люблю сама такие видео, когда что-то там кто-то делает, что-то там кто-то-то болтает, а ты там стоишь, собираешься или там посуду моешь. Очень увлекательно. Мне просто нравится, что у меня контуринга вот здесь гораздо больше, чем вот на этой щеке. Ну, ладно, мы все не симметричны, правильно? Правильно. Ну, вообще, косметика служит для того, чтобы эту асимметрию исправить, но я же не хирург, как сказал Геворг. Я думаю, просто, может, в уголок что-нибудь бахнуть, такой интересный, или нарисовать просто внутреннюю стрелку. Ладно, давайте оформим складку, я возьму оттенок латте. Вообще, вот так вот мазюкать, это тоже неправильно. Нужно вот такими вот движениями в одну сторону вот так вот этой пиздобрать и заниматься. Ну, камон, я уже в том возрасте, знаете, когда хочется уже побыстрее накраситься, потому что у тебя спина болит. Не, конечно, иногда у меня бывает, знаете, настроение прям заморочится, когда я прям стою и прям кайфую от макияжа, но это не тот случай. Сейчас у меня правда болит спина. Это наше, мое, это наше, Маша, ваше, наше слабое место. Вот ушел, это туда, вот все. Это свое нависшее веко, такая сразу лейли, да? Я беру кисточку тонкую, скошенную, и сейчас я буду тенями прорисовывать стрелки. Почему я вообще пошла на мастер-класс к визажисту? Я хотела вам про это рассказать, потому что она очень круто мне нарисовала стрелки на одной из съемок. Я захотела непосредственно научиться делать такие же стрелки. И прикол в чем? Каждый раз, когда я пыталась нарисовать стрелки из-за того, что у меня вот здесь, вот знаете, вот это, видите, вот это вот мяско, у меня происходит тупняк. Хотя я не могу сказать, что у меня какой-то супер, блин, нависшее веко, какие-то, ну, у меня маленькие глазки такие, знаете. Если ваши глаза похожи на мои, у вас тоже здесь такое мяско, вам сложно выводить стрелки. Все это есть в интернете, но как это все-таки работает именно на тебе, гораздо сложнее получается. Я беру не в рот. Главное, что я больше не буду снимать новости, наверное, или буду, я не знаю, потому что я решила просто снять новостной формат. В итоге все подумали, что... Короче, я опять со всеми поругалась. А я не хотела ни с кем ругаться. Диана Астер, не обижайтесь на меня, я просто пошутила, что ты русская Ким Карадашьян. Короче, я просто беру и по направляющей... Вообще, вот так вот краситься с палеткой очень сложно. Мне проще вот зеркало на себя смотреть, но зеркало находится за камерой. Поэтому, знаете что? Я беру от жизни, что даю. Так что, если вы лайк сейчас не поставите, не подпишитесь на мой канал, я вообще не понимаю, зачем я тут стою и страдаю. Да? Давайте я просто поближе к камере подойду. Такая, здравствуйте. Короче, я отступаю. Такое, знаете, что... Ну, короче, проще вообще вот так вот поставить. Видите, у меня ступенечка появилась. И вот уже от этой ступенечки я начинаю по направлению своего нижнего века рисовать стрелку. Вот такая вот штука у нас получилась. Теперь от этой залубки я чуть-чуть отступаю и вот прямо прорисовываю. Вот так вот. Эть! Как это называется? До зрачка. Если вам кажется, что получается херня, подождите. Дальше хуже. И нам нужно потом просто будет это все закрывать. О, у меня уже черные тени посыпались, а я уже сделала тон и не запудрилась. Well. Ну вот. И стрелка прикольная такая. Я, естественно, ее потом... Ну, за счет того, что я еще буду тушевать нижнее века, оно как-то станет плотнее. И все будет супер. И консилером я, конечно, это все подправлю. Но как будто без стрелки лучше. Но мне кажется, я просто не привыкла на себя смотреть со стрелками. Ну, так вот я писем. Да, можно смотреть, как я красивая. Так, и теперь мы то же самое повторяем со вторым глазом. Просто ставим кисточку к нашему веку, чтобы у нас была ступенечка. Как бы продолжение нашего глазика, если бы у нас не было пиздоглаза. Ну, то есть у меня, то бишь. И веду по направлению нижнего века наверх. Так вот. Эть! Вот про что я говорила. Вот если я прямо смотрю, видите, у меня прямо здесь вот прям вот. Нужно прямо по этому мясу рисовать тогда. Блин, конечно, из меня вип-казашка. Это вообще ужас какой-то, да? В таких ситуациях просто тогда мы можем, знаете, что сделать? Мы можем взять и оттушевать этот черный, эту черную тенюху. Вот прям. И сказать, что это растушеванная стрелка. Жень, ничего не получается, сука. Я начинаю переживать. Я прямо очень сильно тыкаю себе в глаз. Ладно, давайте стороной. Ну, мне, знаете, мне нравится, что вы смотрите мои всякие мейкап-видео, понимая, что повторять вы этого точно не будете. Это приятно, что вы просто заходите со мной пообщаться. В общем, сейчас я тоже подтушую и эту стрелку. Ничего страшного не произошло. Знаете, что я забыла? Я забыла, что нам нужно еще слизистую прокрасть. Вот что я забыла. Пиздец, все, я испачкала линзу, класс. Девочки, напоминаю, как говорят сейчас визажисты, не пугайтесь, это только процесс макияжа. По-моему, я похожа на, не знаю на что, на кого, на что. И хочется прям немножко, как будто бы нижнего века, да, добавить. Там как раз я взяла ту же кисточку, на которой у меня были и черные тени, то есть, которыми я верхними растушевывала, чтобы получился такой приятный переход. От такого секса у меня аж камера перегрелась и попросила немножечко отдохнуть, но я и не против. Короче, пока камера отдыхала, я накрасила ресницы. Я беру свою пудру с Шанел, которую я смою сегодня. Очень жаль. И хочется вот этот блинчик немножко запечь. Прям сделать... Вообще нужно делать бейкинг, но такой пудрой, на самом деле, делать бейкинг не очень сложно. Я это делаю даже без пуховки, хотя тут есть пуховка. Жмякаю ее, много набираю, и я просто провожу линию так. Эть! Бадамс! И вот, пожалуйста, минус 3 килограмма. Бадамс! Я не знаю, я обожаю этот эффект. Хочется добавить еще контуринга, это 100%, потому что мне всегда его мало. Не знаю, добавлять ли хайлайтер. Как будто нет, да? Как будто вот не нужен. Но это еще не конец, мои хорошие. Это не конец, это только начало. Носик, конечно же, побольше. Вот сюда, так вот. Также у нас будут губы. Я уже поточила карандаш. Боже, а что у меня такие усищи-то? Жесть! Они прям черные. Короче, приступаем к губам. Нам нужно нарисовать круг. Это тоже типа такой тренд, я видела. Естественно, губы нюдовые, кстати, я уже не сказала. Рисую кружок. Я не знаю, на кой хер. Блин, я боюсь приближаться. Вдруг вы мои чернющие усы увидите. Какой ужас! Дальше видео, которое я смотрела с этим лайфхаком. Просто следующий кадр. Типа у девушки красиво пухлые губы. Не знаю, зачем я это вообще вам рассказываю. Как будто бы даже неплохо. Да? Ладно, короче, сейчас я карандашиком чуть-чуть еще закрою. Если что, кстати, у меня карандаш от Мак. Ему тысячи лет. Кто-нибудь прифотошопит сюда хрен. Я отвечаю. Я похожа на вип-казашку. Жесть. А тетя ваша что учудила? Так, вообще, можно, может, как-то волосы чуть-чуть убрать. Как делают вип-казашки? Я не знаю. В общем, ладно, обязательно напишите внизу в комментариях, как вам такой макияж в таком исполнении. Я надеюсь, что вам это видео понравилось, что вы посмеялись вместе со мной, поразвлекались, так скажем, чуть-чуть. Не забывайте ставить свои большие пальчики вверх и, конечно же, подписываться на мой канал. Ну и на этом все. С вами была Ксюша Хоффман. Увидимся совсем скоро. Всем пока!